Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пек, сегодня проводит с вами это утро. Утро музыкальное. Кстати, вот хочется сказать, что сегодня, вот 30 марта, сразу огромное количество музыкантов отмечает день рождения. Тут и Эрик Лептон, и Эмси Хаммер, вот, казалось бы, совершенно разные по жанрам, по музыке. Селин Дион и Нора Джонс. Вот они все появились в один день. А музыку мы слушаем часто в машине. Вот, ну, как бы такой мостик логически я перебрасываю. Да, мостик немножечко мы продолжим в машине. Иногда дослушиваем песню, когда приезжаем на парковку. Например, ну, вот после 7-го числа, дай бог, чтобы открыли какие-то магазины на парковке возле магазинов. Это все мы к чему подводим? А к тому, что Латвийское бюро автостраховщиков. Сейчас я научусь выговаривать это слово. Латвийское бюро автостраховщиков. Да, и конкретно его председатель правления Янис Сабашин, который сейчас с нами уже на связи. Мы вот-вот начнем наш триалог. Они предлагают изменить, в общем-то, суть парковок у торговых центров, в том числе многоэтажной парковки. И направление, и ширину. Потому что, оказывается, стандарты уже не выдерживают критики. Потому что были разработаны чуть ли не в 70-е годы. Так что о том, какие изменения, возможно, в ближайшее время ждут вот эти вот все парковки общего пользования, с Янисом Абашином, председателем правления Латвийского бюро автостраховщиков, мы прямо сейчас и побеседуем. Доброе утро, Янис. Да, доброе утро. Насколько нам известно, за последние пять лет резко возросло количество возмещений за аварии. Как правило, это мелкие аварии, но, тем не менее, очень неприятные. Которые произошли на автостоянках возле супермаркетов. Насколько эта волна действительно существенна, это увеличение? Насколько актуальна проблема перестройки, перемаркировки этих паркингов? Я бы сказал так, что, во-первых, наверное, ну, волна это такая, я бы не сказал, что эта волна конкретно сейчас. Я бы сказал, что эта волна просто продолжается. И то, что мы видим, что надо что-то делать, чтобы этот тренд или эта волна как бы пошла немножко в обратную сторону. То есть, чтобы это количество уменьшилось. И главное это, почему это может быть даже не столь важно для нас, для страховщиков. Потому что, как вы сказали, эти убытки или эти аварии там очень маленькие. Но главная вещь в том, что если, скажем, эту аварию потом передать страховщикам или, не дай бог, еще кто-то неизвестный, очень часто наделал вам вреда, наделал какую-то мелочь и уехал, то сразу зарабатывается целый государственный и не только государственный аппарат. Задействуется полиция, из-за этих 100 евро или сколько там этот убыток работает полиция, из-за этого работает этот торговый центр, полиция запрашивает, наверное, видеозапись, работают страховые компании и в конце концов убыток 100 евро или даже меньше. То есть, куча работы, куча шума из-за маленького убытка, можно и так сказать. То есть, то, что мы видим, что, в принципе, этот тренд или эта волна, она как продолжается, так и продолжается. И почти ничего не улучшается. Ну, бывают редкие исключения из этого правила. Ну, скажем, новая Икеа, где хорошая парковка, где можно поучиться. Но в целом я бы сказал, что просто надо эту волну как-то остановить, этот тренд повернуть в другую сторону. Почему? Почему вот эти парковки, старые парковки перестали соответствовать требованиям? Мы все знаем, что в какой-то момент в Америке даже, по-моему, пересмотрели стандарты на спортивных стадионах, поскольку как-то люди изменились в габаритах. Шире сиденья стали? Да, стали делать шире сиденья, просто потому что люди изменились. Да, слишком много хот-догов, потому что. Да, вы говорите о том, что нужно этот тренд менять, ломать. Наверняка есть какие-то конкретные соображения и предложения уже разработанные. Да, есть у нас конкретные соображения. В принципе, их можно назвать три вещи. Первая – это всеобщая организация движений на этой парковке. В этом мы думаем то, что, во-первых, очень часто в этих парковках имеется какая-то смесь между дорожными знаками и просто между правилами правой руки. Нам кажется, что лучше либо знаки, либо правила правой руки, потому что если мы это смешиваем, то человек просто не в силах, часть человечества просто не в силах с этой ситуацией овладеть. И тогда у нас получается какая-то очень плохая смесь. Так что первое – это организация. Второе, я бы сказал, это ширина. То, что вы сказали, что в Америке хот-доги или гамбургеры, или черт знаете что, «Кока-кола», и получается, что люди становятся шире, и машины тоже становятся шире. Если этот стандарт, который вырабатывался 30 лет назад, тогда у нас был «Вольксваген Гольф» или, не знаю, «Вольксваген Пассад», который был где-то на 10 сантиметров уже, чем «Вольксваген Пассад» мы имеем сегодня. И, ну, будет ли этот тренд, что продолжался, что машины становятся шире, ну, это хороший вопрос. Но факт остается фактом, что тот стандарт, который вырабатывался еще в прошлом веке, получается, он для нынешних машин слишком узок. И к тому же этот стандарт рекомендательный, скажем так. И тогда получается, где-то у нас ширина 2,30, где-то 2,40, где-то 2,70, это уже хорошо. Так что, да, первая организация, вторая ширина, и третья, которую мы мало используем, это парковка в елочку. То есть, получается, что, чтобы заехать на парковку, этот угол, получается, не 90 градусов, а 45 градусов. И заехать туда намного легче. Выехать тоже надо задним ходом, тоже легче. То есть, вот парковка в елочку, которая очень-очень много используется, скажем, в Норвегии уже, у нас она довольно, ее довольно редко можно увидеть. То есть, три вещи, что нам кажется, ширина, организация и елочка. У нас звонок есть. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, по поводу парковок. Да, вот человек все рассказывает правильно. В Икеа, конечно, идеальная парковка, продуманная, потому что там эти линии рассчитаны защитные. То есть, с двух сторон, когда ты паркуешься, у тебя есть полметра или 20 сантиметров дверями не биться, и это хорошо. Но, в принципе, эти все, которые в парковке, они опять придумывают, они же хотят, наверное, подвести еще по тому, что надо ставить все-таки электрозарядки возле супермаркетов. Поэтому так завалировали, что парковку надо расширять, а, в принципе, будут потом электрозарядки каким-то образом или навязывать, или ставить. Я думаю, это туда идет больше. Так ли это? Это, я думаю, к тому это может и идти. В некоторых парковках электрозарядки уже поставлены, наверное, их будет все больше и больше. И насчет елочки, можно сказать, что Норвегии, почему в Норвегии много елочек, парковки в елочках, это, во-первых, потому что там остается чисто между рядами, остаются такие места, куда можно поставить эту зарядку электрическую. И надо учитывать то, что Норвегия одна из тех стран, где очень много электрических машин, уже очень много. По-моему, она номер один в Европе по насыщенности электрических машин. Тогда получается, что если парковка в елочку, там остается место и для елочки озеленения, и для этой зарядки тоже. То есть, норвежцы об этом подумали. Эту елочку, то есть, получается и зарядка, и озеленение, и к тому же меньше стресса, меньше этих ДТП, если парковка в елочку. Ну, разумно, тем более, что у нас рынок электромобилей тоже развивается. Сегодня так активно слушатели звонят. И пишут, пишут. И пишут. Сейчас, прости, Олег, я напомню, номера телефонов 67212939, 67213939. И мы беседуем с Янисом Абашиным, председателем правления Латвийского бюро автостраховщиков. Значит, пишут следующее. Это, скорее, первый комментарий. «Живу в новом проекте скандинавского застройщика. Парковка в елочку. Действительно, очень удобно. Заезжаешь, выезжаешь легко, без лишних маневров. Было бы так у магазинов. Было бы супер». Это вот первый комментарий. И второй, это, скорее, ну, тоже комментарий-вопрос. «Я не вижу никакой проблемы. Машину поцарапал. Надо заявить в страховку, где написать, что случилось на парковке у супермаркета». Вот как вы рассматриваете такую версию? То есть, потому что там можно поцарапать, ты не у супермаркета, просто написал, что у супермаркета, и свалить все свои какие-то страховые случаи на этот супермаркет. Нет, ну, можно все делать. Можно завалить страховщик, можно эти мелочи заявлять. Но проблема-то в том, что если, скажем, вот эту мелочь заявляешь, каждый раз, не знаю, там, маленькая царапина, или просто накапливаешь эти царапины, потом делаешь ремонт покрупнее. Ну, как я сказал, что если, не дай бог, еще неизвестно, кто виноват, то сразу зарабатывает, начинает крутиться весь этот механизм полиции, видео и так далее. И получается, что из-за этого мелочи, 100 евро или сколько это там убыток, там, не знаю, зарабатывает весь этот тяжелый механизм, очень дорогой механизм. И, конечно, это дорогой механизм, он в конце концов отражается на ценах страховки тоже, это тоже надо учитывать, потому что это в конце концов туда отражается. То есть, чем меньше будет вот этого стресса на парковках, тем меньше будет ДТП на парковках, страховка будет дешевле, меньше стресса для полиции, больше времени для полиции работать с нормальными ДТП или с превенцией ДТП, чем заниматься вот этими мелочами. И к тому же, сам этот торговый центр будет эффективнее, потому что им не надо будет заниматься этим видео с полицией, и нанимать, может быть, для этого специальному даже человека. У нас еще один звонок, судя по всему, да? Доброе утро. А вы знаете, мне кажется, это просто национальное жопство такое, да? Вот я в те магазины, вот Реми, где там вот эти узкие парковки, я или ставлю где-то подальше машины, если ездишь свободно, да, или вообще не езжу. А вообще сейчас в Реми даже не то, что даже с парковками, даже туалеты платные сделал, да, вот как в Латвии было. Единственная страна, по-моему, в мире, где на границах были платные туалеты. Это надо просто бить по вот этим арендаторам, которые, и все пусть они переделывают, на законодательном уровне сделать. Просто это жлобство и все, другого объяснения не станет. Спасибо за мнение. Кстати, на самом деле, Ксен Абашин, мы довольно подробно обсуждаем вот эти превентивные меры, как нужно было бы изменить парковки возле торговых центров. А разговоры-то с самими торговцами ведутся уже? Что они говорят об этом, обо всем? Потому что вкладываться-то им, чтобы начертить елочку, чтобы там знаки повесить, все же за их счет будет. Ну, скажем так, мы разговариваем сейчас с некоторыми большими операторами парковок, да, и некоторые из них уже сейчас, когда меняют, скажем, или красят новые и новые линии, там не думают, как это красить лучше, какие новые знаки поставить и так далее. Так что, да, есть торговые центры, которые об этом, с нашей точки зрения, хорошие, которые об этом думают. Есть такие, где, скажем, об этом еще не думают. Ну, если назвать конкретно, скажем, плохой пример, ну, я бы назвал, наверное, в Ада же есть такой торговый центр Apple Sins, ну, где полная смесь, там и торговый центр, там и заправка, там где-то киоски посередине. Еще базарчик небольшой, да, да, да. Там, кстати, ужасная парковка, согласен. Да, точно ужасная. Я полностью согласен с человеком, который последний звонил, который сказал, что лучше припарковать, не знаю, там, 50 метров дальше, но зато спокойно. В принципе, это становится вопрос конкуренции. Просто будут ездить в те торговые центры, где парковка удобнее и безопаснее. У нас еще один звонок, да. Доброе утро. Да, доброе утро. А вот расскажите, пожалуйста, мне такой момент, как в Европе это происходит, решилось, и вообще где-то в Европе решено. Значит, у меня, допустим, автопарк, 10-20 машин. У меня один из моих самоработников или сотрудников попадает в какую-то там небольшую аварию, соответственно, страховка поднимается сразу на все машины. Смотрите, банк, как я понимаю, где-то в суде это все решил. Когда были, банк продает машину в кредит, там же писали, стуры, то есть, или владелец машины, а кто у нас там, держатель машины. Вот это исключили банки у себя. Почему на фирму один человек может сделать небольшую аварию, страховка поднимется сразу на все машины? Спасибо. Спасибо. Да, господин Набашин. Ну, да, это такая вещь, наверное, существует, потому что страховая компания, она как бы, во-первых, страховая компания свободна в определении цены, скажем так. И если страховая компания видит, что конкретный автопарк, ну, скажем так, не слишком хорошо заботится о целостности этого автопарка, то, ну, страховая компания, конечно, страховая компания А будет повышать цену, страховая компания Б может быть не будет повышать цену. То есть, свободный рынок, и говорить, и сказать, почему в конкретном случае одна компания поднимает цену, другая, может быть, не поднимет, трудно, потому что рынок свободный, и цены поднимаются, и падают, и туда, и сюда. Но, в принципе, я бы сказал так, что страховые компании, конечно, любят то, чтобы клиенты, автопарк, заботился, скажем, о репутации и о том, что мы называем риск-менеджментом, чтобы работали со своими шоферами, чтобы этих ДТП было меньше. То есть, такой принцип, если один ДТП был, и сразу поднимается цена для всего автопарка, он бывает, но, как я сказал, надо посмотреть вокруг, может быть, другие страховые компании цену поднимать не будут, потому что конференции и рынок полностью свободны. У нас еще звонок, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да-да-да, говорите. Вы в эфире, да. Да-да, спасибо. Такой еще вопрос, пожалуйста. Вторая проблема с парковкой стоянка. Сам столкнулся, и, я думаю, она участь не минула очень многих. Я не понимаю, исходя из каких соображений, на стоянках возле магазинов, хоть машин сейчас достаточно немного, установлена вот эта вот система регистрации Европарка. Мое мнение, то есть, я сейчас двух словах скажу, это просто организованная, ну, чуть ли не преступная группировка, я бы сказал. Я регистрируюсь, мне вешают желтый листик, я звоню, вы видите, я зарегистрирован, да, я вижу, да, мы видим, пишите письмо. Я пишу письмо, у меня ответ. Регистрация не обнаружена. Мы прослушали, регистрация, регистрации не было. Я звоню на второй день, мне говорят, да, мы видим. Видят кто? Ну, операторы которые. То есть, может быть, вопрос страховщику. Страховать вот случаи парковочные. Может быть, такая ситуация, когда идут вот полные отдельно, отдельно парковочные и убрать просто. Ну, зачем? Я не понимаю. Столько неудобства. Сейчас вот эта пандемия, люди стоят в очереди, чтобы зарегистрироваться, одним и тем же пальцем. Ну, ребята, ну, это просто, ну, я не знаю, это просто вытаскивание денег. Ну, согласен, на время пандемии, кстати, могли бы отменить регистрацию. Ну, конечно, конечно, друг за другом стоят, и одними и теми же пальцами еще кто-то ворчит. Нет, так-то понятно, зачем это было сделано, чтобы на халяву не стояли целыми днями. Там машину кинул, пошел куда-то на работу, вечером пришел, ну, вроде как, всех обманул. Но да, во время пандемии можно было от этого отказаться, тут трудно спорить. Господин Набашин, вам есть что-то добавить на этот звонок? Нет, у меня нечего добавить. Я полностью с вами и с человеком согласен, что во время пандемии, я думаю, я где-то даже видел, что отменили, но сейчас, по-моему, везде это опять появилось. То есть, во время пандемии, наверное, надо было подумать, да, одним пальцем это нажимаем, но не слишком хорошо. Огромное спасибо, господин Набашин, за уделенное время. Конечно же, тема парковок, реорганизации паркингов возле торговых центров, она продолжится, и в том числе в нашем эфире. Мы сегодня беседовали с председателем правления Латвийского бюро автостраховщиков Янисом Набашиным. И, кстати, я за время нашей беседы нашел цифры статистики, за последние пять лет страховщики выплатили возмещение за более чем четыре тысячи дорожно-транспортных происшествий на автостоянках супермаркетов. Это только зарегистрированные случаи, а многие, понятно, кого-то поцарапав или будучи поцарапанные, просто не сообщают. Ну вот и есть три возможных сценария решения этой проблемы – реорганизация движения, увеличение ширины парковочного места и парковка, так называемая елочка. Но все подробности, конечно, этих решений можно будет чуть позже сегодня прочитать на портале MixNews.